Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Столичная МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики, только с начала этого года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили уже 3000 выездов. На пожарах 15 человек погибло, 62 человека пострадали. 291 человека удалось спасти и эвакуировать из опасных зон силами МЧС. Более подробно о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Первые дни недели выдались без происшествий, а вот уже в среду житель столицы едва не оставил авто без крыши над головой. По предварительной версии, владелец гаража считается виновником пожара в кооперативе «Авто 90», а возгорание на улице Олишева сообщение поступило в самом начале рабочего дня. Спасатели прибыли вовремя, и огонь не успел разгуляться в полную мощь. Нужно отметить, что существовала угроза взрыва, ведь среди прочего в помещении хранился газовый баллон. Бойцы МЧС застали возгорание имущества на площади 2 квадратных метра. Пожар ликвидировали за минуту. Правда, и за это короткое время едкий дым успел закоптить гараж. Причина возгорания – неисправность отопления. В четверг на улице Голубева загорелся легковой автомобиль «Ситроэн С5» 2006 года выпуска. Огонь вспыхнул в моторном отсеке. Пламя успело переброситься на рядом стоящий автомобиль «Форд Фокус» 2007 года выпуска. Пожар оперативно ликвидировали прибывшие спасатели, но огонь повредил моторный отсек, капот представителя французского автопрома, а у представителя американского поврежден бампер, передняя фара и лакокрасочное покрытие. Предполагаемая причина происшествия – короткое замыкание. Минск чрезвычайный. В пятницу вечером эхо войны донеслось из-под трибун столичного стадиона «Динамо». Работы по реконструкции объекта пришлось приостановить из-за найденного там артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны и со взрывателем. Специалисты пришли к выводу, что боеприпас пролежал в земле более 70 лет. Опасную находку с территории стадиона увезли саперы. Суббота в столице прошла без серьезных происшествий, а вот в воскресенье днем жизнью обязана спасателем одна из жительниц столичного дома по улице Асаналиева. Женщину огнеборцы вынесли на руках из полностью охваченной дымом квартиры. 35-летняя дама, вероятно, и сама виновата в пожаре. Специалисты предполагают, что выпившая хозяйка неосторожно покурила. С отравлением ядовитым дымом ее отправили в больницу. Ну что ж, о происшествиях это все. Я лишь хочу напомнить, что в период с 13 по 28 ноября в Минске проходит новая акция МЧС. Называется она «Не прожигай свою жизнь» и направлена на предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что по статистике на курение в постели в нетрезвом состоянии приходится почти 90% всех пожаров в жилье. В рамках акции МЧС обращает особое внимание на повышение бдительности населения, на тщательное отношение к вопросам собственной безопасности и заботы к тем, кто находится рядом – соседям, родственникам и знакомым. Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и всех окружающих. Акция пройдет в четыре этапа – в общественном транспорте города, на промышленных предприятиях и в организациях, затем в вузах и СУЗах столицы. И, наконец, ее заключительный этап пройдет 28 ноября в одном из торговых центров. Здесь будет концертная программа с участием звезд белорусской эстрады, обучающие викторины и конкурсы для посетителей. Ну что ж, на сегодня это все. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный! Минск чрезвычайный!